Первое, наивысшее. Хочу сказать и запечатлеть вас, потому что вы для меня все очень дороги. Есть такой известный священник, Максим Каскун, он на короткие вопросы отвечает, там 5 минут, там 3. Но его тоже спрашивают в интернете, а кто такой Игнатий Лапкин? Он посидел, вдохнул и говорит, кто? Я его внучатка. Я, говорит, пришел через отца Геннадия Фаста, а Геннадий Фаст через Игнатия. Ну кто я ему, внучатка? И все, больше ничего не сказал. В какой-то степени, как бы то ни было, вы все имеете ниточки, которые приходят ко мне. И ты тоже. Ты бы не обратился, мама бы не обратилась. Мама не обратилась, папа бы не было, деда не было. Я его привез, потеряю в первый раз. А тут теперь все ниточки идут туда, все круче и круче. А эти где-то, а танцевальная пара. А теперь встретились. И так, куда ни глянь, везде так. Не ездили мы бы по миру-то. И не было бы тебя. И не было бы того, кого нянчишь. Это очень просто. Ничего не надо. Не было бы тут. Я не вижу, где у меня Игорь-то Глушков. Вот. Вот там, не прочитал бы в газетке. Ну что смеешься-то? Так говорю, нет? Да, да. Аргументы и факты. Так. Ну а значит, и мамы не было бы. И поэтому мы родные и близкие с ней. Хочешь ты, не хочешь, ну так Бог сделал. Так в жизни бывает. Почему? Живое слово коснулось вовремя. И вот и все. Значит, завещание первое, самое. Крепко держитесь православной веры. По святому писанию. Все проверяйте. По святым отцам. Никуда. Никакая секта. Никакая так называемая деноминация конфессии. Это слово ересь. Двумя словами сатана закрыл. Двумя покровами. Деноминация конфессии. Это слово ересь он закрыл. Держись православной веры. Второе. Как ни странно. Никогда общину не покидайте. То есть я буду в московской патриархии. Вам на это, от меня нет благословения. Они сразу разрушат все. Самое правильное это то, что принятым акт комическому общению. А в обвинении там грязи не было. Это потом они уже политиками все это накрутили. Принят, что мы признаем благодать их. Причащаются. Здесь они у нас приезжают. Архиерея вот этого. Вот это выдержается. Вот оно. Когда бывает здесь, они патриарха святейшего, там первосвятителя американского, там зарубежной церкви. Они же считают. Они знают, к кому приехали. А еще в Алтайской митрополии или в Российской православной церкви где-нибудь это есть, чтобы митрополит со священниками и возглашали. Возглашали. Нету больше нигде. Уникально. Супер уникально. А уж сколько мы сказали. Нам они никогда не простят, что мы сказали. Они нам прошлого никогда не простят. Вы сотой доли не знаете той ненависти, которой они пылают к нам. Другие. Да что вы разговариваете с потерянскими? Да послать туда людей, до сжечьих доставания. И кто говорит там архимандриты? Официально все. Лютая, бешеная, волчья ненависть. И поэтому к ним никогда не ходить. То есть ходить можно, слушать можно, общаться можно. Не переходить. Батюшка-то наш, он как готов уже под сегодня. Он там рукоположен, он ездит все время по ним, это другое-то. Батюшка, ну а я еще тогда, то есть, что, батюшка, ты на себя зацикливаешь-то? Тебя нету, у нас наступил пост в любом храме. Мы же признаем. Сходили, причастились. Общину сохраните. Сохраните общину. Молитесь. Я уже сегодня говорю пример. Вот Леша сидит, я не знаю, как другие это. А он непрерывно долбит. Главное, устав деревенский. Устав соблюдайте. Вот, неоднократно говорил. Говорил. Вот так. И говорю. И говорю. Вот так, устав, церковный наш держите. Это от меня вам. Наказ меня не будет. Я не вечный. Я тут, у меня кое-какие вопросы возникли со здоровьем. Я скорее всего это привожу на нет. Так. У меня как усыновленный сын, Владимир Александрович Пашенко. На него завещание сделано. На те дома сделал его и на Виктора Савченко. Виктора Николаевича. И на Себастьяна, на Эдуард. Чисто. Не продавать. Кому что сдал, не продавать. Не передавать. Когда я был в Америке, мне Господь открыл сердца людей. Вот мы ходим, каждое утро прогуливаемся с архиепископом Антонием Синькевич. Жили на квартире у Орлова. Теперь он митрополит Антоний. Орлов. Никита Феортистович. А теперь он митрополит Антоний. И мы с ним ходили. И он остановился. Вот в банке. Пошел в банк и снял все деньги и мне отдал. Я пришел ему и говорю. Владыка там. Он отдал. Да у него среди зимы снега не выпросишь. И вам отдал. Я говорю отдал. Ну то есть зазомбировал я его дорогу. И он шел. Какого-то. Деньги забрал. Меня в карман сунул. Так понимают люди. А он самый строгий из всех епископов был. По отношению к патриархии и ко всем. Дальше. У меня Бог так сделал. Господь благодатью осенил. И я им предложил сказать. Будущее русской эмиграции. Во свете святой Библии святых отцов. И они везде разбесили. Я пишу. Там китайцы, корейцы. Кого-то река не было. Переводчики стояли. И один подошел и говорит. Я вам хочу выписать чек. А я не знал что такое чек. Для меня все в новинку. Он сразу выписал мне. Сейчас я не помню. Пять или шесть тысяч долларов. Ну понимаете. Это не два рубля. Даже по шестьдесят рублей сегодня. Ну и умножь. На одну тысячу это уже шестьдесят тысяч. Пять, пять или шесть. Триста. Ну ясно дело. Триста тысяч. Я приехал и в Москве разменял деньги. Кажется. Десять или тринадцать библиотек основал сразу. Божественные книги накупил и раздавил. Тут может кто-то есть или нет. Вот Виталий Устинов знает. Там библиотеки где. Дальше тут купил КАМАЗ полный. Рабицы, сетки, инструмента. Пятьдесят пил. Ну вручную. Ничего не было. Молотков там пятьдесят. Для людей. И приготовил место, что я мог принять семьдесят-сто человек в день. Здесь, я-то думал, пошли письма. Полторы тысячи заявок. А положительно только три. А остался только один. Ну понятно, что... А у кого забота об этом была? У меня шинели, где обедать. Там лабос. Жить, накормить, от непогоды спрятать. Я представлял, как улица сразу возникает, строится. А никак. Вот один приехал. Прилично так, одетый мужчина. У меня денег, говорит, хватает. Я не пью и не курю, но матерюсь. Я не скрываю. Но казалось бы, о матерках можно было не говорить. Николай Киричков поселился, а потом... Я слышал, что он такими матюгами гной. Там... В доме-то кричит. Матюгами просто. Нецензурными. А этот прямо сказал. Я не знаю, что со мной такое. Вы не примете. Я говорю, нет. Вот тут Ритунский, Владимир Васильевич. Корреспондент, Свет Октября, газета называется «Мамонтов». И он меня проверял. Но я на пенсию пойду, меня примете. Я говорю, не пьешь, не куришь. И сколько репортажей о потерянке, ни разу не солгал. А как насчет матерков? Без он их обойдемся. Но я говорю, подходишь. Ну, просто так. Для красного столца. То есть, не подходят. А кроме того, Устав уже появился. Как сейчас помню, Устав дали написать Елене Анатольевне. А она день или два подержала, вернула. И говорит, ничего не знаю, что писать-то. И вот 40 пунктов эти я написал. Это мой Устав. И по сегодняшний день его только усиливает где-то. Я говорил, сжигать можно только осенью или там-то. Вокруг поставить пожаротушение, безветренную погоду. Утром или вечером всех предупредить. А сейчас сказали, вообще не сжечь. Потому что стали нарушать. Ну, зажгла и ушла. А в это время полыхает, уже половину садов сожгли. Кто только не поджигал нас. Вам понятно это? Значит, Устав составить было очень непросто. Чтобы все вошло. Но все вошло. Первый год приезжают люди, у которых нету ни зарплаты, ничего нету. И я тогда обмен деньгами, которые произвел, каждому повешил. Сколько на хлеб посчитали. Сколько на молоко, на соль. Все на остальное. На месяц, ну, по сегодняшним, допустим, деньгам. Ну, сказали бы, три тысячи. Вполне можно прожить. Если не... Но никуда не ездить. Я даю под условие, что ты не уедешь. Согласен? Согласен. Но есть, кто не согласились. А я обойдусь сам. Саша Муха не брал. Я могу сказать, кто не брал. Остальные брали. И вот дальше, слушайте. Когда ты надумаешь уезжать, вернуть все, что тебе помогали. Кому я здесь помогал, для строительства дома, то, другое. Вы записываете. Притом мы написали. Рассчитываться по тем ценам, которые я давал. Сколько кирпичей я купил. Можно было шрифера, досок там, сороковки и цемента. То есть, ну, что-то сохранить. Инфляция. И это слово не понимают. Виталий Устинов был здесь и купил кирпич. Он, кажется, тысячи две, что ли, у него лежало. Когда уезжает, продает. Я говорю, за сколько? Я говорю, да я за 500 покупал. Ну, и сколько тебе дать? Ну, сколько? 500. Да тут побито еще есть. Надо же 450. Я говорю, я тебе сейчас дам 450. Ты сколько кирпичей купишь? Не знаю. Я говорю, 23 кирпича всего. Как так? Инфляция. А что это такое? Инфляция. Мы сейчас даже на тысячу посчитали, сколько кирпичей. Ты заплатил 500. Сегодня, я говорю, это 15 тысяч. Как так? Завтра будет не 15 тысяч, а 15 тысяч 150 уже. А через год будешь, если такая пяция будет идти, уже 32 тысячи надо брать. Он такие глаза на меня. И я ему заплатил по инфляции. То есть договор. Но он не понимает. Но нельзя на незнание человека жить-то. Я бы объяснил. Ты на эти деньги, которые я тебе даю, в корчеве можешь купить тысячи кирпича сейчас. Правильно рассуждение? Он не знает, не понимает где-то. Так вот. Запишите, сколько можно узнать из сына кирпича, кому я помогал. И вот дальше. Дальше я буду говорить. Не у всех это вместится. Ко мне на занятия в университет приходит Дружинин, Дмитрий, как отца звать было? Геннадий Петрович. Геннадий Ильич. И говорит, я думаю, уезжать хочу рассчитаться. Понятно? Он меня нашел, он пришел, а мы там на заднюю парту сели, стол в университете. И он стал считать. Подсчитал с инфляцией и все. И выложил деньги. Вот так. Поэтому за ним числится. Я остальное все забываю. А вот это показываю. Он показал пример. Я его не звал. Я и не знал, что он уезжает. Он мог потом выступать по телевидению, против лагеря. Это все проще. Так многие делают. Но вот как он сделал, больше никто не сделал. Дружинин Дмитрий Геннадьевич. Митя. И он вернул все деньги. Других приходило другим напоминать, когда уезжали. Сколько брали. Я решил уезжать. Но мы договаривались так. Так, я сегодня предупреждаю всех. Если вы, кому я помогал, здесь кто-то есть живой. Живой. Независимо от того, кто он родной, не родной. Вы прекрасно знаете, что это деньги не мои. Но нет у меня таких денег. У меня только пенсии. Я не продаю ничего. У меня нет. Ты от курочки получаешь. Батюшка от баранов. Другой от поросенка. А у меня ничего нет. 6 тысяч 523 рубля. Это деньги мне дают. Один посылает деньги. Забыл я сейчас. Стоили 200 тысяч. Я говорю, я книги не знаю. Ну хоть куда-то. Я говорю, мы едем в миссионерскую поездку. Ну и стратьте туда. Я должен отчитаться перед человеком. Поэтому кому я помогал, за меня остается Володя. Через него. И эти деньги опять отпустить на тех, кто приезжает. Если вы кто получали, строили дома. Или скажи, я дом свой продаю за столько-то. И найдется цена наименьшая. Тогда учитывай те деньги. И плюс добавь, чтобы твоя полная цена была. Понятно, что я говорю? Ты должен был 300 тысяч. А продаешь за 700. Тебе 400 дадут. Дом тебе не принадлежит. Меня нет уже. Я ушел. А до чего дома? Ну мы показали, значит, до чего. В летний период. А потом иногда приезжают люди. Им надо жить. Я ему говорю, Роман, занимай вот это место. Год-два живи здесь. Пока построишься. Ну, скажем договор. Год или два. Год продлим еще. Еще. Ты строишься, я вижу. Тут все понятно? Давай. Походу вопрос. Я тоже об этом думал. Думаю, вас не будет. Кто домами-то Володя распоряжается? Да. То есть они могут жить там с Никитой? Либо как-то, да? Пока не построятся. Ну а летом, на лето, так же люди, которые, вот лагеря-то нет теперь нынче. А вот этот, который домик, там рядом стоит, Татьяна брала его. Ну, молитвы тут были-то. Нынче приезжали крестить сабаптисты. Он взял палатку с собой, двое ребятишек маленьких-то. А когда мы завели в этот дом, он так и ахнул. Это нам? Да. А там же мы же в палатке домами с детьми. Это он просто настолько тронут был. Все свое. А другой, энурез. То есть под себя мощь-то ребенок. А у нас отказ таким. Но это в лагере было. А здесь я отдельно. Вот у Иосифа взятый этот домик. Какого-то матушки. Она там жила. Теперь. А кто-то скажет, я хочу купить. На это у меня власти нет. Пока нет. Вот только для тех, кто внезапно приедут пять семейств. Мы можем пять дать год-два. И которые топливо в уголь не трогать. Себе отдельный ящик делайте. Этот уголь не трогать. У нас даже в уставе написано. Уезжает человек, заготовил дрова. Дрова не трогать. Не вывозится отсюда. Но это можно послабление дать. Да уголь наоборот. Пусть они старые используют. И возмущают новым. Он же тоже в качестве теряет уголь. Если много лет лежит. Старый уголь из дрова надо сжигать. А новый на место сжить. Да. Этот же объем. Дело говорит. Дело говорит. Делай так, пожалуйста. Я углем не топлюсь. Не, ну смысл тот, чтобы уезжаешь все вернуть. Это одно и то же. Это не так и получается. Седу угол. Знаете, но эти дома нужно же все равно обслуживать. Они же разрушаются. Если вот никто не живет. Ни в штукатуре. Ничего, ничего пока. Я просто... Ничего не разрушается. Не разрушается? Разрушается у тех, у которых еще нет. Вот он побыл здесь, строитель, устроитель. И только узнал я уже через других. Он сказал. У меня есть свои принципы. Ну в этих принципах и живи. Это в Москве. Один приехал с юга-то. Там нету шофера, вы знаете. В Москве в принципе это все. Вот туда в принципе меня и вези. В этот магазин принцип. В принципе это все есть. Значит, завещание составлено, но продавать ничего нельзя. А почему Себастьян? Он самый, можно сказать, зажиточный в общине. Для тем, что он юрист, честный человек. Ему полное доверие. Чтобы он наблюдал, чтобы никто ничего не продавал. Сохраните общину. Дальше будет видно. Ничего не делать без совета. И Володя, это не полновластный хозяин. Он решил что-то, вы собрались все вместе. Слушай внимательно. И у меня скажут, что такое-то, такое-то. Я оставляю кое-что. Вот дома, и там есть что оставить. А как правильно? Соберитесь вместе. Присустите священник, если он будет в это время. И там я наказал. Желательно, чтобы Виктор Андреевич там был. У нас здесь разумное есть. Обязательно, чтобы. Мужчины и женщины имеют равный голос. Они так, что проголосовали, давайте отдадим. Нет, это отпадает. То есть, какие-то другие нюансы. Приехали, допустим, две семьи, а дом остался один. Кому дать? Вот вы тут и решайте. Кого-то к себе на квартиру пустить. Я знаю только, ну, для себя знаю, что потеряйте, день не настал. Будет день, когда все будет по-другому. Бог отсеет и нужных людей даст. Я об этом молюсь. Одна бабушка молилась за обращение в деревню, никто не обратился. Как только умерла, почти вся деревня пришла к Богу. Вот у меня мысль такая. Тут большое препятствие исполнению того, что я сам являюсь. А вот вы написали, а вот вы сказали, то другое, то другое. Меня не будет. И будет по-другому. И поэтому не надо говорить. А вас не будет как быть. Еще лучше Бог сделает. Дальше. У нас в нынешнем получилось так, что дров не заготовили на Ползунова. Для этого игорь привозил с тайги. А дров-то много надо. Большой дом. И я-то привезли Надежда с этой стороны. Над Надеждой поставить контроль. Она одна жжет, может, больше, чем мы, раз в десять. Она не понимает. Жалко, дверь открыла. Сейчас оговорки будут. Четыре, у всех холодные. Я знал, прорвало. Плотину бобры проели. Вода хлыблена. Не давай жене, говорит, воля о воде выхода. Бобры щель и мозги точат. Не понимает этого. На растопку только. Уголь покупаем. У тебя роптать не на что. У тебя тут квартира, там квартира. Чего тебе еще надо? Обихожина. Чего не лазится крыша? Учера двое сыновей залезли наверх. Все покрыли. Заботься о спасении. Так, я поговорил с Женей Долговым, и он мне сказал, я переговорил, КАМАЗ с прицепом. Я слышал такое, что Роман Малыш говорит, половину дров можете забрать. Правильно понял? Скажи, да. Да. Да, то есть, у меня дров на еще очень много, и погрузят. И у Володи там наружу, которая может прихватить, сарай у него полно, мы заготовили. И у него загрузить не на один год будет КАМАЗ с прицепом. Это много. Ну, мы, я думаю, это было прикрыли там как-то. Тогда, когда скажут, позвонят, все идите. Все. Ну, кто может кидать там, кто-то, надо укладывать, а не так, чтобы кидали, и как попало, там половина не войдет. Сложить. До бордов. А сложить, Малышу ничего не сняли. Ну, понятно. Десятого октября, это сегодня восьмое, послезавтра с утра мы будем думать, как выезжать. Сегодня я кошек мерю. Они в разных жилях, пали с этой, с рыжей, а буска здесь. И никак садим. Я их в одну коробку сажаю, молчат, выпущу, дерутся. Это заступается за Малыша, а Малыш ко всем лезет, а это такая агрессивная буска, там по морю бьет его. То есть, к десятому мы подготавливаемся. У меня есть желание съездить на первый мостик и на шлюз. Сводишь меня? Так, мы думаем ехать, уезжать на газели. Виктор Николаевич приобрел, что там требуется. Я очень прошу, кто здесь у нас, Роман, Глушков, помогите ему, там что-то, какой-то ремень натянуть или что-то. Я не знаю к чему, там это, генератору или где-то. То есть, Игорь, ну совет дать, посмотреть надо. Мы должны уехать. Уехать. А Никита остается. Вы тут за ним приглядывайте. Теперь насчет голубей я говорил. Сейчас пойдем, попрошу троих человек ко мне зайти. Никита пока здесь есть, и я перенес большой голубят, и высоко туда не лазить, всех туда перенес. Там находятся. Пшенистыня у Игоря нет, ничего мне не надо, у меня хватает его. Дальше договорились. И за домами смотреть, когда мы уедем. Ну, обошел вокруг, не подходя рядом. Бывали раньше охотники там, выбивали, залазили. Прямо тут же внутри жгли костры. И не годится, они могут спалить. У нас все электричество подведенное. Все это выключится. Наблюдать. И за лагерным. Лагерное имущество, постройки, все принадлежит деревне. Там не наше. Ну, там уже заколотили. Где как могли смотреть. Так. Я не поймал ни одного бобра. Вчера попалась еще одна выдра. Капканы все собрал. К Андрею отнес. Там, цепочки железные. Ну, к самому капкану, там надо крепко привязать. Один там, на алюминиевой кролочке был. Зимой проверять. Они вылазят наружу, и там, вырезал маленько, там, ножом или чем. Рукомистка, которой немного ты ходишь, она не сильно пахла. А снег убрать, и заряжать, где-то надо с собой обязательно взять дощечку. Например, вот такой ширины, вот такой длины. Капкан, я один его. Две дужки. Он волку удержит, не вырвется. И, ну, вам что говорить. Мужики, видите, там это. Перекинул на это, и поставил. Попадаются, а этих нет. Я все обложил капканами. Ну, только в одном месте семь капканов. Простояло почти две недели, никого нету. Дерево подпиленное, новое, нигде ни одной стружки нету. Ну, я высчитал, что андатры в одной норе вместе с ними живут. Одна нора была 80 сантиметров в диаметре. Мы двое с Никитой целый день раскапывали ее, надо раскопать, а потом заново затормовать, и туда еще залились в этой грязи своей, как назвать, отработкой. Игорь, пока не застыло, выбери время, туда судь. Два-три ковша рядом, прям с тобой, вот на этом пруду. Ну, а тут Никита, там, сено мы завезли на себе, видите, засаманить. Не смогли, у нас земли не хватило. Так, осенью, никак мы не договорились, дежурить. Батюшка, а чего они даже не дежурят ночью, почему ты удивляешься? Во всем мире так, дежурство, по смене, тем более вода. Когда начинаете, как-то вода уже от спад идет, и мы не можем поднять. Смотри, насколько подняли воду-то. И видно, что у нас падает вода, тише идет. Ну и подставь преграду, доски лежат там. В прошлом году на том костровом, в Симаковском, кто изрезал наши доски? Здесь, на лагерной, в которой мы купаемся, кто изрезал доски? Доски, которые я ставил на перегородке, изрезанные по одной или по две доски, я так и не узнал. Доски, сороковка, мы самые первосортные, просмоленные, кажется, были. Перерезали на три части, и все. Этого делать нельзя. Но если уже сделали, по-другому нельзя, найдите у кого сороковка. А если вставьте, я потом отдам. За пруды вы не платили ни копейки. Я не хочу, чтобы вы участвовали. Ну, я оставил, вымерил, и в руд нету. Дальний, который там, пруд Южный называется, я говорил Исаакию. Там доски стоят, все. И не исполнилось то, что я не нашел, экскаватора Драглайна. Который мог бы углубить Южный, Лагерный, это те, которые четко. И одну сторону, у этого, ну, около плотины, вот, Лагерный, там есть как заехать можно. Он бросает высокая длинная стрела, и на веревке. Хоть, если она такая сплошная, то, ну, пока он до воды достанет, уже половина стрелы ушло. Нету. Ну, маленькая. А этот может кидать, и в глубину хоть 5 метров, хоть 7. Если он здесь выкопает, глубоко-то, а он вытягивает, там, кубометр почти. Ну, кубометр, не знаю, там, сколько, 0,75-то, может быть. И переворачивает на эту сторону стрелу, и выливает, и она течет вниз. Надо знать, куда. А если некуда, она опять стечет. Вот, я говорю, где коров по эти костровые, с той стороны заехать, в Симаковске. Он далеко забросит ковш, подтягивает, и на ту сторону, там деревьев нет. Теперь, деревья у Храмова все срезать, куда бы ни наклонялись. Они вовры подрезают, и они падают, и падают. В прошлом году выбрали, основное уже выбрано. Убрать полностью. И на лагерном точно так же. Там тонкие они. Убрать. Он их валит одну за другой. Когда, ну, просто... То есть, где мы чистили, это все остальные убрать? Любая. Вот смотри. Вот от такой расстояния он выгрызает. Вот здесь грызет, и вот так вот и... И находясь в дереве урога, он кору ест, он дерево-то не ест. А сружка лежит. Я просчитал, где-то ему на зиму надо 30 или 50 кубометров. Лесу. Он же кору заготавливает, не с собой деревяшку ест. Поэтому капканы оставлены, ловите, это убрать надо. Мы по прудам сделали все. Два момента. Вот два момента, которые можно сделать будет осенью. Никита, я говорил с Володей, завтра утром, вот здесь тоннель, который по дороге идет, там натянуло разные ветки. Вытащить надо. Я кое-что вытащил, а кое-что не мог. Вытащить надо, иначе весной там забьет, вода хлынет и прольвет дорогу. Дороги не будет. Летом не сумели сделать это. Я не наставил, и как-то сам пошел, там сколько мог, вытянул, там. Это надо сделать. Теперь. Второй мостик. Сделано, высчитано, все сделали. Но опасность есть. Почему? Приезжал корченский начальник. Видно, что начальник. И он говорит, у нас та же беда. Вода идет поверх снега. А снег-то надувает-то. Я-то рассчитываю по воде, а вода-то туда не проникает, ее не пускает. А вода-то оттуда идет, и она идет выше снега. И через плотину промывает, и плотина уходит. И проливает. Тут ничего не сделать. Опять придется прокапывать. Батюшка говорит, а как раньше не копали? Я Семену этому, Алексею Семеновичу Сискову сказал, он говорит, каждый год копали. Батюшка просто не знает, он молод. Копали, говорит, там два бульдозера работали. И все стало на место. Теперь еще решили поднять. Тогда рыба самая глубоководная, так может у нас жить. И все ловить будут. Второй мостик. На второй мостик. Но, смотри, я это рассчитывал. Если вода пойдет через верх, то она здесь не пойдет по снегу. А пойдет там, где наша плотина идет на урывку и с дорогой соединяется. Ниже, 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 ниже. Вода хлынет там, где с дорогой. И сильно она не промоет. Туда завести сено. Хотя бы полтюка. И когда она здесь еще будет убывать, сразу здесь захлопнуть и все. А потом можно будет сделать стоп, как вот на первом мостике, чтобы вода весной протекала. Уложить камнями, удавить. Лишнее схлынет, но не будет прорывать. Мы этого ничего не сделали. Второй мостик в опасности. Второй мостик. Пока этот шлюз не будет работать. А он работает тогда, когда вода хлынет. А вода хлынет тогда, когда она из-под низу пойдет, а не по урху. То есть, я не знаю, что делать. Но Кольчинский начальник сказал, говорит, мы тоже не знаем. Она весной, вода идет поверх. Не по воде идет, как уровень воды-то. А идет поверх, льда поверх снега. А снег, говорит, как лед застынет. Думаю, что тут надо молиться, и там не костры разжигать надо, а сердце. И там скинуть сено в конце, где солодку там я копал, чтобы было в запасе. И околорышковского немножко, хоть полкиукас бросить. Тоже все обдумано, мы везде поставили сваи. Мы здесь забили на этом фруду в общей сложности примерно 250 сваи. Где купаемся, лагерный называется, Кабагориха. Укрепили. Видишь, какие ногти черные. Брякнули по пальцам-то. Видно, нет? Вот она. Я очень доволен. Приходили деревенские, шкурили. Все, кто мог. Я приходил и просил прийти. Люда прибежала там с собачкой. Ненадолго. Три спаны свая сделала. Потому что Валя там ненадолго кто-то приходил. Я не знаю, тут Ирина тут ненадолго заглянула. Тоже сделала. Чего Валя ненадолго? Валя четыре дня. Да не работала. Четыре дня. Четыре дня. У тебя же не было, а я до обеда работала. Но я приглашал всех. Нину приглашал. Женю приглашал. А Володя только сказал, поехал назад. А то он уже с топором идет в плотниках. Мы с ним работали вместе. Он мне очень понравился. Я говорю, Володя, вот эти вот тут. Ну Володя это нет. Вот Никита. Ну на каждом шагу подсказываю как. А ему только один раз показал и ушел. Он все сам делает. Он хозяин. И я вчера у него был. Я не знаю, пришла нет Серафима Гавриловна-то? Нет. Нету. Я ей говорю, Серафима Гавриловна, я Володю хочу пригласить на занятия завтра на службу. Я уезжаю. Мы очень по-хорошему расстались. Она говорит, он не пойдет. Я говорю, ну я скажу. Я пошел в огород и ему говорю, Володя, я уже уезжаю. Приходи завтра на богослужение. А потом на занятия. Он ничего не сказал. Но расстались очень по-хорошему. И он здесь пришел. Самый толстый, который ему подсовывали. Он вот только робитый. Я очень доволен, что Володя приходил. Что значит литургия? Литургия – это общее дело. Общее дело объединяет. Эта литургия объединяет знающих ее. А которые не знают, она их не объединяет. Здесь храма выше в разные стороны. А вот работа. Когда мы работали, одну и ту же работу делали. Вот Владимир Александрович Рустейнов тут сколько, даже что-то приболел маленько, да? Он все дни был. Один день не был даже. Я один раз пришел, а один работает один. Весь день работал один. Весь день. Спасибо, Христос. Но вы для себя делаете. Это не для меня. Все равно приятно. Дальше. Лето было у нас благоприятное. В интернете работали. За лето, за 4 месяца мы выставили 1100 видеороликов. Никогда такого обилия не было. И на все ответы, и особенно баптисты, когда приезжали, и я вас расспрашивал, как они меня ругают. Ты бы никогда не подумали, что баптисты такие, такие поют, такие гладенькие. А тут прямо взъелись. По сегодняшний день, каждый день они меня полощут. Ругают прямо, только что не матерками. А дальше не приехали. Но зато вы приехали, вы нам визитки дали-то. А теперь обсуждаете, судите. Вы не верующие. Вы сын дьявола. Вот такой вот. То есть они, а почему на исповедь не ходят? Вот то, что у вас беседовал, на это нападает. Что там, я с вами был, нападает на всех. У нас про них все хорошее. Вот хорошее. А у них другая замысел, другой. Чтобы эти хорошие, наверное, по-другому жили. Не знаю. А кто-то ей говорит, смотрите, эти стоят в платках, вам сказали, а вы не надели. Вы чужие уставы не соблюдаете. На баптистов тоже там говорят. Они вызвали на себя огонь. Каждый день ругательство. Как вы ехали, каждый день ругательство. Дальше. У нас подписчиков на наш видеоканал 8 тысяч на сегодняшний день. 7 миллионов 800 тысяч просмотров. То есть это очень, очень много. Ежедневно у нас около 10 тысяч заходит на разные ролики. Теперь я всем заявляю, я никому не должен. Меня научили отдельные люди никогда взаимы не брать. А кто научил? Ну, вы их не знаете. Тетку Пелагею знала. Пелагея Дмитриевна. Отец у нас Тихон Дмитриевич, родная сестра. Она в долг не брала ни рубля никогда. Я это знал. А наша мама всегда в долге. Отец пропасет, а посту хорошо получали. Шапку отряхнет, баник поставил, ничего нету. Мать все деньги тратила. Ну, по делу. На плохое. То есть не умели экономить. А она умела. Да-ка, отец полгода не работал. Ну да. А как бы она нас учила, полгода не работал, копейки не было. Да еще пропадет, половину не отдадут. Денец-то. Сколько отца обманывали? Да, Шибис обманул. Героя социалистического труда. Тетки Пелагея. Никому не должен. У нас 10. 10 на дно. Наказы очень простые, вы их знаете. Значит, еще раз говорю. Распоряжать со всем. Володя, на Володе переписано. Я составил официальное завещание на те дома. И все. Но только советом. Совет старейшин. Соберетесь, обеседуйте. Замысел мой остался в силе. Если это удастся. Достать дороглань, почистить пруды. С этого убрать. Краем можно заехать. Вот здесь вот. Тоже можно заехать. Если деревья все убрать и на ту сторону скидывать. Вот этот пруд. Если этот пруд углубить, родники пройдут, тряски не будет. Мы же купались на Малаханечном-то. Я тонул здесь. У меня Коля Серебников спас. Я утонул было. А потом заелило все и ничего нет. Спилить деревья за зиму. Кто тут, Игорь, руководитель? Чтобы спилить на этом и на лагере. Два ряда, чтобы деревья убрать. Чтобы вообще все вокруг лысо было, да? А? Чтобы лысо вокруг было. На плотине. У самой воды не было. На плотине только? На плотине, да? На плотине. На плотине и с этой стороны, где деревья падали, они уже убрали почти все тут. Но с этой стороны от храма, они наклоненные, и они их все валят и валят. Вот просто пройдите вот храмовый пруд, и как он там выгрызает. Все. Здесь у меня тоже вот этот лагерный. Они тоже, я видел, там деревья. Да. Я обошел все. Здесь, где с водой соединяется. Нашел три запруда, они делают. Бобры. Сучки как тыкают, тыкают. Грязь, вот такие охапки, все запечатали, уровень воды поднимают. У себя. Это настоящие строители. Я их любил, не знаю как. Но они мне столько сделали, моя любовь пропала. Ой, ужас. И долговечная. Истощилась. А он на берегу, где там огориха, мы хотели березки посадить. Нельзя, да, пока? Нет, я не знаю тут, как сказать. Ну, посадите. Не на берегу, а на плотине. А где? Да нет, не на плотине. На берегу не будет жить. Это все сучками, сухими. Не заваляю. А вот только воду попадает, она умирает сразу. Понимаешь? Бедла. Везде сучки падают. И невозможно. Не купаться. Нет. Где вот лавки стоят, скамейки стоят? Да. Ну, так, дорожка, это огород. И вот тут так повыше. Нет, это по-другому будет. Сучки будут, все время обламываются, и там не купаться ничего нельзя будет. Не надо. Скажи, на берегу же. На берегу, за огородом тогда. Ну, за огородом, может, не знаю. Нет. Ну, вот эти сучки падают, и все завалено со всех сторон. Нам надо в свободное время еще под водой сцеплять и вытаскивать деревья. Купаться нельзя абсолютно. Вот на этом, на храму. Там столько деревьев везу. Наша мама умирала когда. Она повторяла только одно. Дети мои, живите дружно. Дети мои, живите дружно. Это так. Я не даю этот наказ, и так понятно. Раз христианин, а не дружно, это ничего нет. Никогда не считайте, что вы сделали, и ничего дальше уже нельзя сделать. Нет. Мы все наристалище. Процесса развития. Четко, ясно. Держаться православой, патриархию не переходить. Никогда. Потому что нам Бог дал передышку с этим митрополитом. Его не будет поставить сейчас, который славгород святой. Вообще люто ненавидит нас. Всем священникам запрещает приезжать. А мы относимся как раз туда. Да мы никакого отношения к патриархии не имеем. Общины вне их функции. У нас они ни одного дня не были ходили. А к нам претензий нет. Мы никуда не переходили. То есть все, что они делали, на нас не срабатывает. Лагеря нету, я его ликвидировал. Что интересно, Роспотребнадзор-то нас даванул, а только на лучшее. Мы за него молимся сейчас. Роспотребнадзор-то. То ли в лагере было, то ли здесь. Заходили нас в комнату, то видели какие. У нас там и холодильники, морозильные камеры, еще только нету. Видите как, вначале казалось, и ковырок нет. А на следующий день, когда собрались, я стал говорить и в интернет выставлять. А мне сразу же батюшка сказал, вот ты делаешь все открыто. Да они разве дадут? Я открыто этой, и когда меня вызвали там, ну вызвали как, то есть тех собирали там, у кого лагеря есть, я сказал, лагеря не будет, он переходит в другой формат. Просто приглашаем в гости. Но вы встаньте на учет. Зачем? Нет. Мы уже ваши зубы, я говорю, видели. Вы нас сразу слопаете. У меня вот здесь краевая организация была, она есть. И я к ним зимой ходил. Ходил и немножко поговорили. Никак. Возражения есть какие-то? Нет, это еще вопрос. А где хоронить тебя? По какую сторону? А ну вот, мама как у нас получается, что крест в ногах, голова это сюда, так? А крест стоит в ногах. Да. Вот так вот. И от мамы с правой стороны я должен лежать. А батюшка говорит, нет, я. Он говорит, ну ладно, кто раньше умрет. Ну ладно. А от мамы в эту сторону. Ну направо. В эту. Туда, к Мирскому кладбищу. Ну, 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 поняла. Ну, завод приготовь, в чем уложить тебя-то? У меня стоп-то на сапоге, я могу найти робу тюремную. У меня написано, хороните меня в сапогах. И в робе я был, как прошел, чищу коробах. Ну, мне на поминках как поминать? Что готовить? Ты что должен сказать? Ну, что я хочу сказать? Я, главное, что заламинировать Евангелие, целлофан и положить мне на грудь. Новый завет. Дальше. На кресте специально там будет, где у вас сделано, заламинированное Евангелие. И надпись делать. Берите, кто нуждается, там Евангелие. Ну, что-то такое сказать-то. Нет, опять новое повесить, чтобы никакая погода не портили. То есть я из могилы хочу проповедовать. Мне уже говорят, и я себе так накажу. А ты бы бабе Серафиме сказал, что где место-то, двадцатое число-то подходит. Ну, еще. А она сказала, помрет двадцатого. Не в этом году. Как не в этом? Мы с ней считали не в этом, она ошиблась. Парчевская. Ну, ну, началось. Значит, все это было. Все уже сказала, значит, сказала. Да, не надо доказать было. Она сказала. А мне кажется, ты проживешь девяносто два года. Господи, помилуй. А у меня еще вот... И что интересно, это Марина Куимчуди мне писала. Тоже? Да. Я всегда, вот мне кажется, еще ты проживешь девяносто два года. Ну, ладно, это дело такое. У меня сапоги лежат, связанное, написано, для похорона. Ага. Которые я стоптал на благовестие. А где они? Как, заходи, где я живу в городе, на полочке лежат. Вот как в дверь заходить, и прямо направо тут полка, и там лежат сапоги. Мои сапоги. А мне не обмывать? Гроб не обмывать. Ну, конечно. Меня не обмывать. Категорически запрещаю. Да? Не прикасаться. А? Я сказал, это Евдоким, святой такой есть. И он сказал, схороните меня, тело мое не обмывать. И схоронить в сапогах. И я оттуда взял. Я, значит, ничего не придумываю. Ну, ладно. В моих сапогах. Все. И дальше у меня, не спешите меня хоронить. Виктор Николаевич играет в мое стихотворение. Я прощаюсь с оставленным телом. Обредите меня для войны, для последнего страшного дела. Сколько, сколько будут страшные рожи там и прочее. Помогите. С алтырным чтением и прочее. Одержать победу. Ничего, ничего не придумывают. Игнатий Бричининов говорит ему, как похоронить. Наказ какой-то. Хочешь наказать, все, говорит, по-своему сделают. Но я так не думаю. Я наказал и не прошу. Да ничего тут нет такого. Самое простое. Но одно. Зеркало ко мне подставьте. Не умер я или не умер? Вот это я не хотел бы. Ну, хоть через день придите на кладбище, скажи, ты живой или не живой? Вот это я не хотел бы. Когда Гоголя перехоронили, а он лежал вниз лицом. Оттуда сделали заключение, что Никая Васильевича похоронили живым. Так? Считал об этом? Интересно. Писало о природе много у русских пришлин. Но когда получилось перехоронить, а на могиле ему березу посадили. Но решили до конца докопать. И корень береза пустила, прошла через грудную клетку у него. Береза. Он писал о березах обо всем. И увидели, что его береза после смерти и та любила. Голубей, если можно, держите. Скворечников, которые нынче уронили, там 7 штук. Я их отремонтировал, только весной щели заткнули. У отца моего в саду было у меня 123 скворечника. Ну и на могиле там рядом можно повесить. Никаких слез, чтобы не было. Когда меня посадили, Надежда Васильевна говорит, мы пришли на Никите. У всех такое настроение. Веселые все, радостные. Это не по Писанию. Все оплакать надо. Это в Ветхом Завете. Ну и что? Даже Христос как-то. Да, да, да. Про Омзо он разъяснился. Некоторые говорят, я отрицал за упокойные молитвы. Это абсолютно неправда. Я все время молюсь за умерших. Все время. Но вот мэр города Баварин, внезапно погиб. Он много помог. Я долго звонил, узнал. Он был партором моторного завода. Это не просто мэр. В десятку лучших мэров России входил. И у нас были такие близкие отношения с ним. И я за него стал молиться. И добавляю, Господи, если моя молитва не угодна, ты прости меня. Но он так много для нас сделал. Вот этот дом получили там. Ну, 11 лет шел в суд, мог и не получить. Решение-то вышло. А денег нет. Я тогда предложил недвижимость. Представь себе. Эта недвижимость-то больше стоит. Два дома. Сейчас подходит Игорь Глушков. У меня там машина стоит. Там если надо, подвиньте. То есть, все лето заезжают. Там какие-то томские ездили тут экспедиции. Ребятишки-то ночевали у нас там. Хорошее место. Центр. А ты всегда заезжай. Так. Вот этот аппарат. Вот. Он сбои дает. Видимо, где-то еще там. Ну, не ладно. Мы уже часто на одном месте писали. Хотели его взять ремонтировать. У меня. Мой вот он. Новый я купил. Не я купил. Сергей мой. Пошел, когда мы его разбили. А он не новый купил. Я купил. Купил уже. Укоп. Вот. А у этого какие-то туманно. Надо там передвигать. Хотели взять на ремонт. Я говорю, ну и что снимается? Это батюшкин. И отдать его Виктору Николаевичу. Пусть пока снимают. У него фотоаппарат есть. Совсем не будет. Тогда сейчас перешлите. И тогда мы пойдем. Я не очень верю, что могут так отремонтировать. Смотря что там сломано. Съедет камера. Если что, можем снимать. И вам посылать. Давай. Тут камера у них где есть. Да. У меня подарили. Мне камеру. Настоящая камера? Да. Борошка. Ух. Молодец. Так тогда мы можем взять и сразу попытаться ремонтировать. Записывать все. Виктор Николаевич приехал. Я вчера ему сказал. Две проповеди, чтобы было в Златоустов. Не оставил себе наследника. Пришло. Вообще молчат. Я вышел на проповедь. Было же такое у нас. Две проповеди Златоуста. На каждом его служении. Когда батюшка, все время две. Можно? У нас еще вот проблема будет весной. Вот напротив Игоря Блужкова. Там трубу не положили. Поток воды идет огромный. Там просто-напросто песок снесет. И туда же еще... Еще не предлагаешь? Я предлагаю посмотреть. Может там какую-то траншею, чтобы направить воду в Матушкин пруд. А там уже она пойдет нам... Или такой же сделать? Ты у Павла видела большая труба лежит? Лежит. Она куплена, моя труба. Я вам отдал. Когда ее привезут? Это только на следующий год. А весной уже водой вынесет ваш весь песок. Вот о чем проблема. Летом я говорил, поехать туда со сперлилкой, проволокой шестеркой ее захватить и волоком притащить на Белоруссию. Ее погрузить-то не надо. Это будет уже... Да-то и сделаем. Проволоку, чтобы за счет засыпить-то. Игорь, расперлите проволоку. Игорь, я же говорил про него. Нет, ты ее потащишь-то по асфальту? Говорил или нет? Ну, говорить-то говорили, а кто это сделал? Я не могу сделать. Хорошая погода-то всем нужна. Здесь мы ее тоже ждем. Ну, в общем, думайте сами. Как? Я не знаю, какой от меня совет. Ладно, не помирай, живи, братцы. Не помирай, живи. Сестра говорит. Сестра говорит. Отец наш небесный, мы просим тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за наши грехи. Прости нам наши согрешения. Если еще мы погрешили в этой беседе, прости, помилуй. И ты благоставил наш вход в эту местность. Благостави и выход. Почти добрые жители с детьми и сохрани школу. Посети болящих. Укрой их твоей десницей. И ожесточившим, что помоги нам простить, чтобы они простили нас. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У кого... Я, Менуэ, прошу прощения. Давайте сейчас можете выговорить мне. А подставьте здесь автографы. Давай. Хоть зашло. Мы завершаем. Я должен. Шапку. Шапку дальше. Не мне, но завершаем. Все как есть архавейки. Я бы не могла разбогатееть. Я бы его весь парк поменял. Я не просто так...